И кто будет мидером? Ну, если Магнус пойдет не в мид, разумеется. Да, погляди, Last Pick MVP. Просто вот выбор Сларка я все же, конечно, могу понять. И выбор Эмбера в мидл, при всем хорошем. Но все-таки Сларк, я бы лучше настоял на том, что ребята бы взяли того же самого Джиггернаута. Тоже вполне себе живучий герой. Блэйд Фьюри топа-аут, без проблем. Трати ты свой реверсполяртищ, тебе надо. Ну вот, Найт Сталкер, MVP Феникс, Last Pick'em, это Сайланс, по сути, которого не было до этого. Хотя Бэйн дает контроля здесь замечательное количество. Это и для того, чтобы контролировать антимага, ловить его в любых случаях. Теперь еще добавляется Найт Сталкер, впоследствии добавляет Вижена. И сам по себе является неплохим героем. Ти-ни-ни у Нолоджи Гейминг. Ну так понабрали, это понабрали. И Найт Сталкер будет играть Экскалибур. О как, Митч. Будет идти все-таки в харду. На этом шармагнусе Экскалибур на Тини. Соответственно, Дезераптор и Таск будут саппортами исполняют Экскалибур. Исполняют Экскалибур на Милан. Главное, чтобы все получилось у Мадары. Тут зависит, либо, в принципе, Мидл будет свободно в соло Тини стоять. Хотя ему поддержка саппорта, в принципе, желательно. Хотя бы там со стаками или с чем-то еще. В таком случае, а знаешь, ослабляет. Триплу с антимагом, делая из нее не треплу, а даблу. Мадара не должен получать меньше фармы. Он должен здесь сыграть как можно лучше. Комбинация, комбинация, еще раз комбинация. Я напоминаю еще раз о том, что Таск очень хорошо комбиниться с Тинником. Просто благодаря тому, что у него есть... У него есть сноубол, знаете ли. То есть он шардами может, соответственно, отзонить. Сноуболом накатиться. Далее уже из этого сноубола вылетает Тинник. Который накидывает сверху гречки. Что является их дополнительным контролем. И дэмэджем довольно-таки неплохим. Плюс Тос, соответственно. Знаешь, если они совсем отчаянные, они могут кидать Мича. Да. Тоже, кстати, будет смотреться неплохо. Мича кинуть, тот РП, соответственно, заводится с Кивера. Далее уже продолжается все это дело именно так, как я начал говорить в самом начале. Да, но это комбинации. Они требуют некоторого рода доверия, слаженности и кучи-кучи всего остального. А то, что мы видели до этого, наоборот, показывает, что NLJ сейчас команда, которая имеет некоторые разногласия в каких-то моментах. Я надеюсь, что сейчас ребята соберутся. И несмотря на то, что первую игру они проиграли, отжать MVP еще одну карту, будет весьма интересно. Надо же им как-то насолить. Хотя MVP имеет уже одну ничью, и еще одна ничья для них в самом-то деле очень многое значит. Ну, им надо сейчас на победку сыграть, чтобы укрепить свои шансы на попадание на DreamHack Moscow. Именно так. Но, опять же, не будем забывать о Сларке. Сларк довольно-таки мощный персонаж. Более того, кстати, это же как раз-таки первое появление Сларка у нас на турнире. Я имею в виду именно на стадии этого Лана. Потому что, да, 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 за два дня я не видел ни разу Сларка здесь. Более того, даже за время групповой стадии я не могу отметить большого количества Сларков. Ну, да, очень ситуативный герой. Если раньше он появлялся чаще, сейчас про него реже вспоминают использовать нескольких других. Героев сейчас мало того, что Сларк — это мидер. На нем играет Коа. Тоже некоторый сюрприз для команды LG. Здесь, конечно же, будет некоторое время находиться Дуба, понимая, что там, с той стороны, тоже есть кому помогать Экскалибру. И остальные линии пока у нас часто встретятся, и все узнают, кто с кем. Мидж на своей линии должен вывозить все, что ему надо. Ну, на самом деле, на ней можно даже откинуться, если совсем-совсем как-то пожадничать или ошибиться. Но в целом у него линия неплохая. Мемберспирит не должен доставлять ему неудобств. Хотя, если захочется ему добить крипа личное, может получить чайной в лицо. Тут, кстати говоря, Тос Сларк Паунсом уходит с хайграунда на лограунд. Так что, можно зачитать попытку. Молодцы, что придумали, конечно, но... Ох, это ж еще раз. Куай, а Паунс уже в кулдавне. Неужели он забыл про это? Ну, хоть и золото разделилось, но это ферстблат. А почему не было объявления ферстблат? А, когда золото делится вот таким вот образом, не показывается. Там процента 60 на 40 должно быть, чтобы не показалось. Нет. А, там есть понятие в коде доты, типа процента ассиста. То есть, надо забить. Ну, сейчас уже еще один тост с дубу под вышку летит. Там нету ничего. Еще бодиблок. Он получает много демаджа, найтмэрит себя. Выходит из найтмэра. Смертан его не может добить. Ему не хватает мувспида. Ну и Сларк цепляет Спартана. Нужна хоть какая-то помощь. Заре гриппы. Еще килл. Будет уже защитом в копилку команды MVP. Да, Искалибр ничем не мог помочь, потому что у него нету ничего. У него нету манго. Да, да, да. Поэтому как бы монопул страдает. Это прекрасно понимает, ребята из MVP. Бутылка еще не приехала. Ну, вот она уже приехала. Можно будет сейчас ее прообузить. Стандартным способом. Да, через Спартана, который вот он. Вот. И все. Далее уже готовы, ребята, к бою. Опять же, из-за того, что бутылка уже прообужена, можно будет сейчас еще поделать дел интересных. И после этого идти на руну, также ее забирать. И также, опять же, восполнять запад бутылки. Опять немного. Знаешь, они так увлеклись, что Сларк, что Тинь добили 1-4 клипа, а второй 3. Может, там вообще не стоит их трогать? Время-то вторая минута. Опа, шарты. Они действительно... Ой-ой-ой, как могло быть интересно. Не удалось. Думаю, сделать. Довольно-таки интересную фишку. Да, опа. И хоста лежит наверху. Опять же, возможность сзади хоста прибежать на нижнюю линию с забросом баунти. Хотя нет, баунти было уже взято райзеном. Там мич находится на той линии, да. Здесь контролирует руну. Включительный MVP. Имея саппорт на линии. Соллоранк Варьер имеет максимальный фарм у себя. Затем максимальный фарм, который мы видим. Мадара от 14 клипов. Потом ребята действительно крипами не увлекаются. Миди, они стараются больше друг друга. Убивать. Соллорк 5 клипов и к скалибру 6. Хоста пошла и скалибру на хосте. Но это же прям вообще сочная руна. Можно кидать назад кого хочешь. Вон там уже спартан стоит. Интересно, кто полетит? Полетел Бэйн. Под вышку полетел. Брейнсапом отожрался. А тут уже поставил спартан в шарды. И деваться некуда. Ну что ж, для пабликов, ребят, вот вам на заметку. Да, вполне себе хорошая рабочая стратегия, которая даже заставляет как-то задуматься, ребята, за мвп. Ну, мвп в случае, потому что это все-таки микс-сквад. Вот. Что ж, продолжая разговор, давайте глянем на верхнюю линию, что там у нас происходит. У нас есть Мадара, который фармит 21 крип в его запасе. Это, соответственно, довольно-таки неплохо, учитывая то, что твой криптат на карте. И все у него хорошо в плане денежек пока что, да и дальше будет только лучше. Ну, надеюсь, что будет только лучше, потому что надо бы уже и лжи-то выигрывать. Да, Фориев там несколько казался таким на секунду потерянным, но рядом Бэйн, он стал себя чувствовать лучше. Ребят, если что, есть манга, подыграем. К тому же и время подходящее. Ночь начинается. Ну, ночь началась. И пока ждем, как Фориев себя сможет реализовать во время этой ночи. Может быть на этой линии, а может быть и нет. Коу в миде начинает фармить, что Экскалибр, что и Сларк, так как саппорты более-менее отошли на второй план. Дать хоть возможность фармить ребятам нужно. Экскалибр в этот момент отпивается Ботлом и вновь заходит. Окуу начинает он как бы быковать так, мол, давай-ка я тебя откину, дружок. Тот, конечно, пока все еще действительно старается держать дистанцию, но от Валенча дистанцию особо не поддержишь. Тот укатывается Паунсом, Шардан промахивается Спартан. И это оказывается потальным. Так бы можно было делать фраг спокойно, потому что до луграунда Сларк не долетел. Да. О чем я говорил, соответственно, бывают такие моменты, когда он... Кстати говоря, на топе там у нас забежал Фориев. Ночью обратно к ним санули Дубу. Дуба отжирается брейнсапом. Мадара получает войд, Фориев съедает манга, нападает на него. Тот имеет возможность уйти с блинка, уходит и Фориев даже может быть... Нет, он не погибнет. Только баночку выпивает Таск, продолжает бежать. Но у него маны еще довольно много нужно, чтобы получить Шарды. Сейчас получает. Там уже Фориев отпился флаской. Он это увидел, кстати. Хорошо живет Мадара. Да, это нельзя не отметить. Надо продолжать разговор о том, что происходит в лесах на нижней линии. Там есть Райзен, который развлекается скрипами, как только может. Там есть, соответственно, МП, который пытается фармить и не оставать от антимага. Более того, за счет того, что развели сейчас Мадара на подраться. Но 6 крипов впереди. Эмберспирт, который на абсолютном фрифарме находится там. У Хардлайнера команды NoLogicGaming. Проблемы серьезные. 9 крипов всего. Нейдсталкер больше забрал. Хотя нет, на самом деле не особо больше. Но не важно. Важно то, что у него нет здоровья, практически нету маны. И никак он не может помешать МП-шки фармить у себя на линии. Руна невидимости. Достается Сларку. Опять же, он сможет уходить, если что, и в Shadow Dance, и так далее, и так далее. Ну, пока на боте видим, как давит линия. Один товарищ в миде получил шестой левел, и если что, готов быковать другой товарищ. Теперь связка с Тосом, вот эта вот, она уже не будет работать, потому что есть Shadow Dance. Он будет им спасаться. Так что, все у него замечательно, у него реген теперь есть у Сларка. И, в общем, теперь он настоящий Сларк. На Мадару на топе нападали, Сайлос был, ну, был и Блинк. Поэтому он ушел. А тут у нас заезд в лес от Excalibur со Спартана. И Уэйзен оказывается под ним, и тут более чем достаточно дэмэджа, чтобы он и ахтить не успел. Как он отправился на фонтан. ОМП уже есть, соответственно, ремнанты, и гангать его надо было раньше, либо уже не гангать вообще. Ну, гангать, конечно, только иметь гораздо больше дэмэджа или фиксации для того, чтобы его разбивать либо быстро, либо держать дольше, как говорится. Его пока что в инвизии, но в скором времени будет в Shadow Dance бегать. Регенится очень серьезно просто потому, что его, как вы сами догадываетесь, не видно на карте. Ольф тоже тут. Очередная попытка, и вновь неудачная. Выдал. Ну, как-то он не стал в этот раз. Кстати говоря, в виде нападения на Excalibur набросился Ко. Просто, чтобы он знал свое место. Хотя, в принципе, по деньгам эти товарищи оба. Ох, как у обратно отправился Дуба здесь. За Найт Мэрил Спартана перед Найт Мэрил Милан. И сзади подошел Рейзен, и Драк начинает. Сноубол катится на Базла, конечно же. Кого же еще там убивать? А Excalibur уже килинг спри. Solar Enquariot приходит. Excalibur может погибнуть. Ремнатов много, дэмэджа много. Solar Enquariot делает фраг. Ленгвард все еще горит. Мич бежит обратно. Скибер у него, кстати говоря, есть. Спартан тоже жжется. Очень больно жгутся, ребята. Еще и паунсом Ко достает. Такую небольшую цепочку получили сейчас киллов ребята из команды MVP. В идеале, конечно, можно, опять же, классически вернуться, забрать вышку. В таком случае бдефить ее просто будет некому. Но вышка все еще довольно фуловая. Такая пол всего там вышки отгрызли. Поэтому пока нет такой возможности. Да и со спушем, кстати, со спуш-потенциалом команды MVP. Тут у них все довольно печально. Вот у команды NLG, например. Да, Динетимах чувствует сплит-пуш и Тини с Аганимом, который, наверное, явно у него должен вскоре появиться. Ну и много таких героев, которые нормально по крипам дают там различные вещи. Ну и, соответственно, еще и Empower. Тоже очень важная вещь в пике команды NLG. Сноркевич. 1300 голды у него в руке. Я так понимаю, что он пытается просто взять себе и в какой-то момент к его вынести, блин, и Даггер. Потому что он ему, во-первых, лишним не будет. Во-вторых, даст возможность и помобильнивать, и доджить что-нибудь. Хотя с другой стороны, но есть. Есть паунт с Даггера влетать. Паунт сдавать – это тоже довольно-то неплохое занятие. Митча тот на Рейзин отвел. Ну, хорошо, как по таймингу. Крест только закончился, Митч его забирает. Соларенк Вариор делает праг. Бесполярит и, может, догорит, но и никак это не поможет. Кстати говоря, и Стос не стал давать и Экс Элибр. Тому же некуда было. Приходит брейнсапом, дает дубу. Отступает Экскалибр. Если что, готов. Если что, с Валанчем, Стосом орваться. Сноубол накатывается. Летят на дубу дубы себя Найтмэри. Но Валанч Тос ему Найтмэр в таком случае не поможет. 4,7 в пользу команды на лоджи гейминг. И смотрим на графике, мы увидим преимущество. Ну, разумеется, оно там минимально, даже тысячи еще нет. Но оно имеется, знаете ли. Не, я бы сказал, что стадию лейнинга стояли неплохо. Что те, что те игроки. В миде у нас было такое, скажем так, интересно. Да, они не столько стояли, сколько они там ходили, гуляли и делали килл. Того подвышку забросить, второго подвышку запросить, третьего и так далее. И так далее, и так далее. Вот, вылетели на Эмберспирита. Валанч, вроде бы все хорошо, но стоит еще на ревнанте. Помог флеймгвард, уже замакшенный в четверочку. Инстаклик просто, выходный на ревнанте и флеймгвард. Все верно. Кью, кстати, глим санули. Далее будет ли он активно его фиксировать? Нет, фиксировать его не собирается. Ну и ладно. Ну, а я тебе его нужно очень серьезно вкусить, просто потому что... Ну, в случае, если его просто запирать в клетке, он из него выпрыгивает. И все. Блинкдаггер появляется у Тини. Тоже весьма, ну, понятный выбор. Да. Нужно. К тому же, и, в принципе, экскалибр хорошая дорога идет. Мало умер. Один лишь раз, четыре. Один три кда. И пора бы этот блинкдаггер реализовывать. И себя, как Тини в том числе. Ой, как застал. Обзацепили Милана. Делать это аут, у него получится. Получится абсолютно чуть-чуть и умы там, и он бы ушел. От Паунса и, возможно, бы даже Сларк. И, возможно, бы ЭТПшку не пришлось тратить. А тут Сноубол на Форима. Шарды. Либерс Полярити. Вот как его ненавидит. Крест дает ему Рейзен. Там уже Скивер еще сверху. Ну, килл должен достаться Мадари. Я бы даже не пожалел Манавойт. А что жалеть-то? Он его так добивает, а Рейзену Манавойт уже достанется. И это даблкил Мадари. Даблкил Мадари. И все у него хорошо. У него получается 2-0-0. Да, не изменяет память счет. В то время как Эмберспирит покупает себе только лишь Тревелл, Антимаг готовится к появлению Владнирса. Окей. О, о, зачем так? Еще бы чуть-чуть, ему бы даже Манавойт на Шаду Дэн смогло не хватить. Буквально два удара лишних Мадара бы сделал. Да, потому что Эмпайвер, который висит, и все хорошо. А там Экскалибр на блинке. Готов даже подвышкой нырнуть, что там приходит Нейт Сталкер. Антимаг бивает дубом. Там в лесу где-то прятался. Далее уже выскакивает Форев. Сзади находится Экскалибр. Надо как-то им объединить усилия, раз уж Экскалибр пришел. Он не должен тратить время и попросту. Экскалибр весь минут Блинг очень-очень неплохо ему живется на этом свете. Найду сейчас прямо его. Вот он здесь. А что ты стоишь и покажешь-то, господи-то боже мой? Как-то он это, ну, немножко залит на секунду. Как показалось, он и погиб. Ничего его тиммейт не могли сделать. Он сам себя похоронил. Так, а может быть какой-то глюк произошел? Я не знаю. Ну, в общем-то, что было, то было. Слышите, я знаю Экскалибра. Ты знаешь Экскалибра прекрасно. Такие вещи, это не про него, что называется. Это... Да, он на самом деле очень сосредоточен на игрок, если обратить внимание даже, как он играет. Да. Со стороны. Это заметно. Чина на митча, скивера, маны нет. Он решил поражать тпшку. И это можно назвать решением правильным. Он выживает. Если бы на ремонт и полетел уже Эмпер, прямо сейчас, на самом деле, он бы его убивал. Но Эмпер этого не сделал. Естественно, килл мне достался. 6-10 пользу команды на Ложи Гейминг. Смотрим на графики, видим, что в нулях денежки у нас происходят, находятся и где-то около 500 монет. Опыта, единица опыта, есть преимущество команды на MVP. А, ну, НЛЖ. НЛЖ, конечно, мы обещаем. Сларк покупает себе ПТ-шку. Ну, что у нас у антимага почти готовый. Баттл Фьюри. Достают до Ко. Но болт в него в этот момент пошел, потому что вижн был, и он на паунте никуда не уходил. Это вновь ошибается Ко. Я прям не узнаю команду MVP. Хотя, с другой стороны, тут и команда НЛЖ хороша. Мадара вновь неплохо сыграет сейчас. Тем более, до этого была квапа, сейчас антимаг. Герой с хорошим потенциалом на будущее. И сейчас команда НЛЖ, мало того, что выигрывает себе время на будущее, чтобы там уже рулил антимаг. И это очень хорошо. Я рад, что ребята не сдались после первой карты и сейчас показывают хороший результат. Радиант структуры фортифированы. Именно так. Ну, у них такое обычно бывает, знаешь, типа из серии, что поиграли, поиграли, проиграли, проиграли, потом такой... Блин, что же мы творим на самом деле? Ну-ка, давайте соберемся, соберемся, возьмем нормальный пик. Ну, джаль, это называется стабильность. Было бы стабильность, и вот это вот бы... Я даже не знаю, что им в таком случае мешало вот играть так раньше. Антимага не банили. И Экскалибр неплохо сыгранно, Форев погибает. Без шансов. Молодцы, катком прошлись по линиям, спушили бот, вернулись на мидл, убили здесь, сделали фраг. 12 киллов в общей сумме. И, будь то графики, конечно, нам и не гарантируют, что ребята ведут, но они все эти деньги накапливают на антимаге. У него уже БФ, у него еще можно наградить соответственным пауэром, и он будет фармить гораздо быстрее, чем фармить либо Соларенк Варьер, тем более, что Коа, которого постоянно убивают, который так и не может выйти в трик по киллам, и это очередной килл, на ком? Правильно, ребят, на Коа. Он очередной раз подставляется на 45 секунд уходит в таверну. Тот самый Солар, который должен был ходить и наводить кипиш по всей карте, подпался под Статик Шторм, и все, и до свидания. Сейчас будет вышку. Да, мидл тоже надо поломать, это очень органично все смотрится, ребята играют по инструкции. Но нет. Ну да, они фармят там, где только можно фармить, там где только могут это делать. И все. Просто можно, но и могут. Кстати, вот это вот как вариант что-то исправить. Правда, сейчас день, а Фориеву желательно, конечно, ночь. Сайланс длился подольше. Мувспида было, да и много каких других полезностей, опять же, имеется. Мак, ну, господи, Мак, на инстаткер ночью, прошу прощения, заговорку. И Спартан поймали, Финсгрипп рожали. Спартан, Таск, вроде саппорт. Климс там был, Сайланс висит, Спартан погибает. Но там еще и... Ну, сколько всего было в детали Да, очень много. Это и Финсгрипп в том числе. К сожалению, в этот момент команда НЛГ находилась не в позиции, а если бы она находилась несколько чуть иначе, да, чуть поближе, то вот этот вот слив всего в бедного-бедного Спартана мог бы для них плохо закончиться. Да, обернуться довольно-таки серьезным поражением. Но поражением, разумеется, только на территории одной драки. Потому что большинство из вас, как из нас, ну, дорогие друзья, все понимают, что MVP в какой-то момент могут собраться, развернуться и выиграть эту игру. С другой стороны, НЛГ настолько хорошо и собрано сейчас выглядит, что у меня есть ощущение, что просто за время, пока мы там ходили на передышку, ребята просто поменялись, я не знаю, игроками что-то, потому что то, что сейчас происходит на карте и то, что происходило на карте, наверное, минут, ну, на прошлом матче, короче говоря, да, это небо и земля по уровню и так далее, и так далее. Просит небольшую паузу, товарищи. Угу. 17 матча прошло, будем обратить внимание на графики, увидеть там, что там 2000, 3000 по опыту, 2000 по золоту. У ребят за MVP есть преимущество, ну и, соответственно, ждем продолжения этого самого банкета. Да, небольшой оказалось пауза. Рад, что так. Никакие технические проблемы игроков не тревожат. Антимаг все так же на первой позиции, но Мадаре надо на ней оставаться, что так же продолжать фармить, параллельно драться. Сейчас, в данном случае, ребята выбрали второй вариант. Мак довольно мобилен, может много фармить, правда, у него фласка, там должна ему долететь, чтобы он отригенился и пошел вниз со своей командой, поэтому на месте команды НЛЖ я бы не торопился. Но тут на скивере меч подвозит Рейзена, ставится там какие-нибудь силы с Адриштором, пусть это не самые удачные, но все равно мы не видим на карте уже двух игроков команды MVP Phoenix. Экскалибр забрался со спарка в миде с Дазом, поэтому не страшно, что столько потратили. И это так. Это даст возможность сейчас забрать вышку в миде, и все это окупится в денежном эквиваленте слегкой. Тем более еще и топ имеется довольно подпушенным. Вот Shadow Blade Excalibur, знаю дружище Экскалибр на тине. Весьма неплохим показ... Ну, сейчас вот, когда вся команда играет хорошо, здесь никого особо сложно выделить тут, как прям действительно игрока, который бы какой-то тяжкий груз на себе бы вел. Да, Мадара просто делает свою работу, потому что он антимаг, изначально работу делали все. Спартан делал работу в миде, осложняя миду для команды VP Phoenix. Дизраптор занимался тем же самым абсолютно. Он имеет 2-0-1, да, правда на карте сделал он мало. Соглашусь, что ассистов мало, 2 кила это немного не то, что хотелось бы увидеть, наверное, но зато сейчас он играет очень важную роль в драках, давая Сайландс, который, в общем-то, контролирует Эмбер Спирита и не только. Многих других героев, в том числе и, конечно же, Дазла, который вовремя может крест попросту и не дать. Магдус себя тоже реализует со временем. После этого ничего дальше не последует, ладно. Бэйна надо убивать, надо убивать еще Исларка, но Исларку и так на самом деле досталось 2-5-1 у этого молодого человека, снова Седая Ночь нажимается. Найт Сталкером 9-й уровень уже имеется, скоро будет БМ. БМ на Исталкере, как давно этого не видел, серьезно. Антимакте временем дополнению к своей БФ купил Манту, и ему не страшно на самом деле идти и драться просто, потому что враги-то этой Манты будут терять Ману, он будет, соответственно, этим делом всем дамажить, он, если что, разломает и кабины, и стороны, и все-все-все-все-все-все-все. Блинкдаггер появляется на Сларке. Ну, это тоже хорошо, на самом деле, потому что Сларчанский с Блинкдаггером, это, во-первых, это дополнительный эскейп, который у него имеется, который может тратить, что-то он захочет оделать. да. Не только эскейп, но нападение, по сути, но это понятно, выбор подобного артефакта, ну, во-первых, Сларк необходим на ферст-айтмах, либо Шадо Блейд, либо Блинкдаггер, в данном случае, именно в пользу Блинкдаггера сделал выбор, потому что с хорошей инициацией некоторые проблемы. Вот, например, Скалибр сейчас доказал, что у них проблем нет. Разобрали Найт Сталкера, разобрать попытались Сларк, Рис Полярти в троих, Шок-Вейв туда же, и великолепно заходит антимаг, убивают они 4 человека, и там же забивают еще и Сларк, который на паунте пытался уйти. Я аж проснулся на мгновение, если честно. Ребята, молодцы. Я жду. Да, вот они LG, вот они, когда они могут они не собираться. А это, на самом деле, это ошибка, потому что с точки зрения позиции ребята находились на лограунде, дефли вышку, которую, ну, как будто уснули, реально, на момент, дефли вышку, которая им просто уже нафиг не нужна. Ну и сейчас мы видим, как ребята заходят на хайграунд и лишают их одной линии, и это команда No Logic Gaming. Та самая, которая такая темная-темная лошадка, которая вроде как прошла через сквалы, которая показывала не очень хорошую игру на протяжении и под конец сейчас такой бабах делает просто, что я... Я тоже не знаю, что они тут еще. Но они разнесли линию, это факт. Антимаг 15к нетворца, который себя уже сверху еще вдобавок имеет в Ладмирс, это факт. И Мантестайл тоже есть, так что все у него хорошо. А вот у Соларенк Вариора пока, ну, да, есть БФ, это неплохо. Ну, демеджа ноль пока от него. Что от него, что от Сларка, который исключительно с Блингдайгером ПТ. Но вот, Хэнд оф Мидас может позволить немного игру потянуть, но как ты потянешь, когда ты так ошибаешься? Никак абсолютно. С другой стороны, у нас 6,8,5. Можно просто не ошибаться таким вот образом и не идти туда, куда не приглашают. Более того, можно снять стрик с Антимага и получить это очень нормальное количество денег, потому что 5,0 у него счет игровой и это все, опять же, легко добывается. Потому что Антимаг, но ему нужно дать достаточное количество контроля. На самом деле, что он есть, что его нет. Но с другой стороны, есть мнение, что в скором времени, например, через минутку буквально, Антимага надо будет убивать дважды, чтобы с него стрик снять. Потому что первая жизнь у него будет Занерзула, как говорится, с Аегисом. Да, Аегис у Мадары. И ждем очередное нападение. Экскалибр пока еще с дабл-дэмэджем. Ну, это, в принципе, помогло ребятам забрать Рошана как можно быстрее. Д2 в миде все еще стоит. Я думаю, что это ненадолго. Мадара уже тороится куда-то как будто. Да. Экскалибр-дд. Все у него тоже неплохо довольно смотрится. Вот потихоньку себе гиперстончик купил. Гиперстон, лотар и блин, получается. Да, окей. Без деревьев всяких, которыми там раскидываются по ой отычкам. А тем временем, кстати, вот он, мп, который находится наверху, в котором ушел в гости Тинни. И не шел в гости Тинни, так и не смог ничего дальше здесь делать. Сплитпушил по возможности даже, чтобы, ну, скажем так, не вред сопернику нанести, а больше себе пользу, потому что фарм сейчас это важный аспект для импи. У него травола на тем, чтобы сплитпушить, фармить. Вот пока он, понимаешь, по вышкам не так много демиджа дает, но это хороший мул. еще, смотри, в чем суть еще прикол. Должны понимать, ребята из Knowledge Gaming, что если они дадут кипам подходить к своим вышкам, они ровен час, когда импер придет с ТП, и начнет пытаться ломать их базу. Пока, разумеется, он будет ломать это медленно, разумеется, у него не хватит никакой скорости атаки, и всего этого дела, на все это дело. Но если у тебя крипы поближе к вражеским базам, тебе же проще будет потом туда подсесть, как-то почистить крипочков, дойти до базы, дойти до бараков, дойти до всего этого дела, снести и еще радоваться жизни. Правильно? Правильно. Ломается Т2 у нас наверху и ждем продолжение банкета на лужи. Графики говорят нам о том, что у них преимущество в пятнашку по опыту и 12 с лишним там, на ту же, ту же пятнашку по золоту. Они потихоньку, полегоньку провели нормальный такой лайнап, ну, в лайндинге, провели они ее чувство ровно и хорошо, потом, соответственно, пошли вверх, 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 и еще ни разу не давали возможности MBP Phoenix как-то камбэкнуть в плане именно вот такого хотя бы даже замесы. Ну, знаешь, я думаю, что сейчас они могли бы даже, не знаю, потратили время на вновь сгруппировку какую-то регруппу и так далее. Могли после Т2 смело идти на Т3. Могли, конечно. Они сейчас пока тратят время попусту. Да, они дофармливают антимагу его батерфляй, ну, знаешь, я бы сказал, что мало что будет там решать, если честно. Ну, по сути, кто там будет его трогать? Ну, да, он добавит ему демеджи, там, всего остального различные плюхи ТТ и ТП. Это не ключевой антимаг такой ситуации. забольнее бить будет и так далее, и так далее, и так далее. Главное, просто успеть сейчас зайти вовремя, так что по ИИС не пропал. Хотя, ребята вовремя группируются, ИИС пропадет через 2 минуты, антимаг уже с батерфляем. Ну, и теперь уже смотрим за тем, что будет происходить на хайграунде команды MVP. И смогут ли они сейчас отбить очень сильного соперника от своего хайграунда. Мадара в наглую пошел разбивать с бабочкой. Он сам Т3 возвращает, между прочим, Кокьё, да, он получается на себя крест, но все равно стоит, кстати, к шторме, а теперь никуда не уйдет. Мадара половина здоровья, но... Кокьё, он уходит Шадоу Дэнс, он все еще живет, а там Мич. Грамот отыграл и добил Сларка. Именно в то место, куда он ушел, Шадоу Дэнс, он туда и дал Ревис Полярти сейчас. А Солар Энк Вариор, он же MP, сыгранный им неплохо, но недостаточно хорошо, чтобы отбить соперника. Мадара все еще жив фулл хп, наверное, не стоит тарять дальше под антимага. Я больше чем скажу вот почему. Погибает Найт Сталкер и MP. Даблки, не рассчитали, может быть, что антимаг настолько силен. Он разберет бараки, Гриффер, конечно, прожимает аж в целых два байбека делают ребята. Этого, наверное... А Мадара хочет... Неужели... Продали два байбека, возвращаются, дают ему Сайленс, так далее, так далее, но Егис уже выбили, это значит, что, наверное, ребята мы... Ну, Финцгрипп, обратите внимание, Мадара Финцгриппе, но тут Спартан помогает ему, накатываясь на Бэйна. Мадара, год лайк, но такой стрик отдать отебивает еще один фраг, и тут Соларанг Варьер подходит, он же МП, и также получает от антимага очень-очень-очень просто комплиментарную тычку с этого... Бабах! Уже вдвоем пытаются навалиться, лишь бы убить его, он дает мато, сгрызает одного, в Сноу Боле, нападает на третьего, сам он делает блинкаут, Спартана могут отдать, он его, кстати, перед смертью успел урной допоить, это значит, что он еще останется в драке, два удара, минус еще один, боже, он до сих пор жив, у него 11.04, боже, как он потеет! И тут уже подходит Милан, правда, мне удалось выгримсовать сайт, Майтмэр, грифа не будет, будет брейнсап, не стоит подставляться под чистый дэмэдж, и погибает сейчас без рафтора, но антимаг все еще жив. 11.04, и даже от следующего раша, на самом деле, зайти и выиграть эту самую игру. Это все, что остается сделать ребятам из НЛД, потому что их преимущество на карте уже выросло до 20 тысяч по золоту, по опыту там как раз-таки Битнарик, откроем Майтмбриф, увидим, что у Феникс, что у них вообще есть, у них есть блинк с Мидасом, на сларке, у них есть Дазл, у которых запоза Тару у них есть, Найтсталкер, у которого есть фазы, БМ, ГЕМ, Урна, и стики грейженые, ну и МП, реально единственный человек, который реально представляет опасность для команды НЛД, это как раз-таки человек с Баттлфью, с Баттлфьюри, конечно же, с Кристаллисом и Стравлами, но здесь есть Антимак, Антимак, у которого еще и уже есть и НЛД Фьюри, и, соответственно, Бабочка, и Монта, и Скулбашер, с которым в скором времени добавится еще и, сам понимаешь, что Абистол Блейд будет готовиться, ждем продолжения банкета от ребят из МВП Феникса, они же как бы собраны из двух разных стаков МВП, на хай-граунд, да, именно туда, здесь даже кого-то можно будет найти по случаю необходимости, на топе у нас вряд ли будут рисковать заходить и убиваться, большой пак крипов заходит через мидл, ребята могут открыться допушить то, что имеют, и сюда уже возвращаются, тоже куча телепортов сразу же, да, ну давайте посмотрим, что будет дальше, у нас здесь, у нас здесь Форей, у которого есть гем вроде бы, но Мадару, ну дается Сайленс, дальше он его сразу же просто диспейлит, начинает атаковать вышку, с вышки проблем со здоровьем будут, так же, как у Мадары могут, и его здесь сейчас, мало того, что сейчас, ну у него все, насколько всего в него уже потратили, господи, кстати, у Спертона могут быть проблемы, потому что и на нем, Сайленс, Сайленс, хватит, хватит, чтобы здесь уже хотя бы выявили драку, здесь не обязательно все прожимать в пятерых, ибо и так ребята уже доказали, что они сильнее, и я рад за команду, но лжи, более того, они победили достойного соперника, собрались в тот момент, когда казалось бы, уже мораль упала ниже Плинтуса, даже у нас с тобой, хотя мы, знаешь, так типа из серии, ну мы все равно от них ничего не ждем, ну давай посмотрим, как они скатают, ну типа того, но порадовали, приятно порадовали, несмотря на то, что видно, что ребята, ну вон, хотя бы радуются, победе, хоть и 1-1, ну что ж, это ничья в рамках Best of 2 противостояния, побеждают No Logic Gaming, возможно сейчас, кстати,